Привет, мои хорошие! Я очень рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Дарья, и мы сегодня с вами поговорим про акварельные карандаши. Если вам интересно узнать, что это такое и как ими рисовать, то оставайтесь со мной. Итак, начнем с самого главного. Что же такое акварельные карандаши? Ведь они и так похожи на цветные внешние, и когда вы наносите штрих, они практически не отличаются. Единственное, вы чувствуете, что акварельные карандаши намного ярче, чем просто цветные карандаши, и мягче, чем также те же самые цветные карандаши. Так вот, главное отличие акварельных карандашей от цветных, это их стержень. Материалом для изготовления стержня для акварельных карандашей является специально разработанный акварельный состав. То есть, при попадании воды на штрихи от акварельного карандаша, они размываются, и получаются плавные акварельные переходы. От этого и их название – акварельные. Конечно, вы не должны путать и думать, что в акварельные карандаши кладут настоящую акварель. На самом деле, там состав намного сложнее, он, конечно, похож на акварель, но он считается просто акварельным, специально разработанным, и не является чистой акварелью. Рисовать акварельными карандашами вы можете разными способами. Первый способ, самый классический, это как обычными цветными карандашами. Еще раз повторюсь, что при работе таким способом вы увидите, что карандаши намного ярче и мягче, и даже местами ими удобнее делать какие-то заштриховки плотным слоем. Также акварельными карандашами можно рисовать по сырой бумаге. Так как они при намокании становятся похожими на акварель, при нанесении штриха на сырую бумагу вы увидите красивые переливы, и местами карандашик будет растекаться и давать вам интересные эффекты. Также акварельные карандаши вы можете размывать в процессе работы, то есть постепенно наносить штрих и постепенно его также размывать и наслаивать. То есть вы нанесли один свой штриха, его размыли, местами цвет усилили штрихом карандаша и еще раз размыли. Таким образом у вас получаются более объемные переходы цветовые и получаются красивые эффекты. Примером такой работы вы можете увидеть в моем видео уроке, там мы изображали орхидею, поэтому проходите, ссылочка вот здесь и также в описании под видео. Рисуйте вместе со мной акварельными карандашами. Ну и конечно же самый последний способ использования акварельных карандашей это дополнение к акварели. То есть местами, когда вы рисуете просто акварелью и вы хотите добавить более четких линий, добавить какие-то нюансики, узор, вы можете использовать акварельные карандаши и местами также по работе акварельной эти акварельные карандаши размывать водой. То есть, как вы видите, несколько способов использования акварельных карандашей делают эти карандаши интересными и уникальными. Я эти карандаши использую разными способами в своих зарисовках, которые вы можете увидеть в моем инстаграме. Конечно же, не всегда я размываю этот карандаш водой, но периодически и в своих зарисовках я использую этот эффект. И одни акварельные карандаши мне заменили цветные карандаши. То есть, цветные карандаши в моем наборе есть, но я ими практически не пользуюсь, потому что яркость и сочность акварельных карандашей мне полностью их заменяют. Конечно же, при намокании акварель размывается, это нужно учитывать и хранить подальше от воды вашей работы. Рисовать акварельными карандашами можно на любой бумаге, но если вы собираетесь их размывать водой, то берите плотную бумагу либо для черчения, либо акварельную. Чтобы отличить акварельный карандаш от цветного карандаша, посмотрите на него внимательно. Да, на акварельном карандаше вы не увидите степень мягкости, потому что у акварельных карандашей нет степени мягкости и все зависит от производителя. Чем лучше производитель, тем мягче и лучше размывается акварельный карандаш. Но на самом карандашике акварельном всегда есть отметка о том, что он акварельный. Это либо капелька, либо кисточка. Если вы на карандаше увидели такой знак, знайте, что это карандаш акварельный и вы можете размыть его водичкой. Ну а на этом все. Я надеюсь, этот выпуск был для вас интересным и полезным. Обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Если у вас есть еще вопросы на творческую тематику, обязательно оставляйте их в комментариях под этим видео. Ну и конечно же, если вы хотите еще больше увидеть на моем канале видео уроков по акварельным карандашам, тоже напишите об этом в комментариях. Я все прочту, учту и обязательно на моем канале появится все по вашим пожеланиям. А на этом все. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока!